Тишина! Тихо. Потом. Идем. Хлопник надо. На дегустацию-употребление кубинского супа и кубинского салата приглашаю практически всю съемочную группу. Что? У нас такая брутальная кухня. Хорошо, мне нравится. У нас тоже тут... Вертеплю доедут. Вот я вашу песню первый раз услышал в 83-м году, когда папа принес магнитофон «Весна». А вы видали такой способ? Он не так вот делает над этой, над сковородкой. Он выкручивает в крышечку. Ай, какой суп, а! Немного его здесь, а? Нормально? Можно. Ну, мне нравится такой подход. Давай! Все, тишина, ребят. Скорее, не извините. Только хлопните в ладоши. Да. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Я Алексей Шаров, или шеф Шаров, предприниматель, путешественник и по совместительству кулинарный блогер. Смотрите суп «Канья по-кубински» на канале «Смак» Андрея Макаревича. Охрен. Охренеть. Снял. Спасибо. Снял. Адрия Макаревич. Алексей тоже берет в кадр, да. А, Никаревич, выйдите онлайн. Тут как-то клуб Миши Кожухова попросил меня с женой Инат, который вы знаете, провести такой легкий кулинарный мастер-класс. Пришло к нам человек 12 народу, я сразу заметил одного здорового, бородатого мужика. Смотрю и думаю, точно из Костромы. Оказалось, что этот дядька, как и я, кулинарный блогер, у него своя программа, ей-богу, интересная, очень русская. Зовут его Алексей Шаров. Вот он, я его позвал в гости. Привет. Здравствуйте. Андрей Владимирович. Он, зная мою любовь к Кубе, обещал кубинский суп. Интересно. Но тут, ё-моё, ребята, тут рыжечки со сметаной, тут черная икра. Коля, завидно тебе? Смотри. Костромская. Булгаречка. Не надо завидовать, тебе не идет. Я был у вас в клубе, ну, мы виделись. Удивительная атмосфера, конечно, мне очень понравилась. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Получилось. Каждый день. Я знаю, что вы посетили больше ста, старого. Это правда. Я где-то в районе 80-ти. Два раза был на Кубе. И когда я каждый раз возвращаюсь, или где-то я обедаю, или ем суп, мне жутко, что я это последний раз делаю, мне просто жутко становится. Мне хочется это все сделать. Как мы делали один из супов, тоже кубинский, у меня оператор спрашивает, а там кинза. Я говорю, ну, крузины приехали, привезли с собой кинзу. Почему? Кинза, по-моему, там есть, насколько я помню. Так она и в Африке есть. В Африке она немножко другая. Она есть, да. Я смотрел одну из ваших программ. Интересно, там, где вы с поваром готовили, и там была история с кинзой. Она специфическая такая, но кинза. Это какой год был, вот, вы тогда? Ну, я не помню. Только-только смак начинался? 120 назад, да. Но насколько небогатая, вот какая разница между там той же самой Вородерой и Гаваной, да, и сколько, какая разница между обычными... Да, на южное побережье поедешь, там нищие деревни совершенно, конечно. Хорошо, кто на побережье, у них рыба есть. Да. Ты приезжаешь и просто за один доллар папайя, ананас и все. Да, на дороге. Мотор! Моторчики, ребята, жена! Режим, закройте, ребят! Представительно, я на Кубе был много раз, но всякий раз, когда мне приходилось есть суп, это был суп на основе черной фасоли. У меня есть на канале и такой суп, это с ребрами, с финными, с мясом, с лимоном. Да-да-да, черного цвета, темно-корейского. Можно бордовую брать, потому что ее днем с огнем не сыщешь в России. Можно бордовую, вкусовые качества не изменятся, либо не белая. Это правда. И вот второй суп, который у меня тоже приготовлен на канале, это Каня. Для меня, вот на меня он произвел наибольшее впечатление за последние вот 60-70 супов, которые мы сняли. 60 выложите, а вот 70 сняли. И я, когда собирался к вам, подумал, что можно, конечно, сделать очередные щи, за что нас поругают. И их полно просто. Можно сделать суп из, как называется в Советском Союзе, из красной рыбы, из хильки, томатном соусе. Бомба просто. У меня он тоже есть. Из слаженного сорта. Да, но я вот решил, так как мы путешественники с вами, решил как бы перенестись на кухню. Ну, удивительно, они сначала обжаривают окорочка, да? Да, да, да. Они обжаривают это в обычном режиме, в обычном режиме, но как-то так он горит. Да, можно. А почему? А, то есть ты их заранее замариновал, по сути, специи. Да. Что там? Там я оливковое масло, где подсолнечное масло можно сделать, и немножко с перцем, паприкой. Ну, обычно для шашлыков делают. Ну, паприка сладкий перец. Кубинцы же любят острый перец. Там есть немножко острый, мы сделаем острый. У нас есть там острый перец. Я для этого взял болгарский перец, разный цвет, помидоры. Да, вот есть чили. Лук, да. Есть чили перец. Морковь, сейчас нужно будет нарезать, и вот здесь вот пока обжаривается, можно уже нарезать. Морковь то? Да. Да, морковь. Наталья нарезать. Давайте спросим у наших подписчиков. Вот я сейчас расскажу маленькую свою историю, и спросим, зададим вопрос, чтобы активность у нас, у вас, вернее, на канале была, и рейтинг был выше. Да. Вот я вашу песню первый раз услышал в 83-м году, когда папа принес магнитофон «Весна», 201, по-моему. Да. И это был «Скворец». Так. И вот это у меня воспоминание третьего класса. Мне было тогда 7 лет, 83-й год. И 73-го года. А давайте спросим у ваших подписчиков, какую они первую песню услышали, потому что это наверняка будет интересно почитать. Вот я сейчас слушаю «Скворец», тот же самый, текст-то другой, а я помню еще тот текст до правок, до правок. Да, похоже, до 83-го года. Кому теперь нужны смельщики, там была песня. Да, да, да. Текст. Да очень хочется вернуть, как бы, кассету взять и послушать в том, в том исполнении. Оно как никогда актуально. Дорогой Алексей, и водка у него Костромская. Ты настоящий патриот своего города. Ну, в общем, да. Я поклонник индейской кухни вообще. Да, я тоже один раз приехал из Индии, и остальное мне месяца полтора все казалось вообще ватой. Мы путешествовали по треугольнику. Носить в кармане пару стручков чили. Вот, ребята, вот настоящая, хорошая, профессиональная техника. Никогда не отрежешь себе палец, и идеально ровно будет порезан любой овощ. Никогда не умел, всегда завидовал. Я слабый. У вас есть масса других достойных. Это другое, да. Я его еле спас, этот салат. Так, а у нас тут листья салата. Листья салата. Красный сладкий лук. Красный сладкий лук. Авокадо. Авокадо. Мелко порезанный. Ну вот, кубинская. Потом, да, потом ананас. Ананас. Ананас можно делать свежий, запечь в духовке, посыпать чуть-чуть сахаром. Тоже кубинская. Сок выпиваем, это в духовке. Во! Ребята, это кубинская история. Честно. Сто процентов. Я даже в комнату встану. А всего-то авокадо с ананасом. Авокадо, ананас, листья салата. Остальное все наше. Да. Как-то и унесло. Вот раз и на кубе. Удивительно. Они тоже кладут тмин, да? Ну, видимо, да. Фантастика. Можно посмотреть, а где у нас соль? У меня соль у нас в этой самой. Я и там было чуть-чуть, но я ее... По-моему, это пачка может быть, например. Какие-то это... Три рюмки. А можно я для Эйнат передам? Мы когда познакомились, я сказал, что у меня есть из Дании хорошее вино. И вы вечером как-нибудь... Я превращаюсь в Губовича? Да. Это из Барии. Это из Барии. Я ездил в Николаю Чудотворцу. Это примитиво. В Андурии примитиво? Вообще вещь. Зинфандель. Да. Спасибо. Ну, прям... Я хоть и не выпиваю, но, поверьте мне, я знаю это наизусть. А мы хоть и выпиваем, но тоже отлично знаем, что такое зинфандель, что такое примитиво. Ну, вот видите. Я могу вам рассказать, если вам интересно. Чтобы вы не думали, что мы такие умные, которые выпендривались перед вами. По некоторым, отчасти проверенным данным, примитиво – это вот то древнее вино, которое пили еще римские легионеры. На самом деле оно было немножко другим. Оно было еще более сладким, что позволяло ему не бродить и не портиться в мехах. Но вот этот виноград был этот практически. И оно плотно, и оно очень ароматно. Я его страшно люблю. Угадал. Ну что, черного пирса? Да. А вы видали такой способ? Он не так вот делает над этой, над сковородкой. Он выкручивает в крышечку. А потом снимает крышечку, смотрит, сколько там получилось. Это очень важно. Нормально. Можно побольше чуть-чуть. Гениальный способ. Все, Кострома так все идет. Грузди. Белые соленые грузди. Тоже на рынке купил правоеренного поставщика. Черт возьми, даже открывать не буду. Мы увлекаемся заставками с ребятами, с которыми снимаем. Мы стоим, смотрим. Давай заставку. Хочу в Кострому. Приезжайте, мы будем рады. Я хочу в Кострому. Вас проведу по всем достопримечательностям. Если приедете в мае в мореходный, проходимся по Волге. Это Гребенщиков все к вам ездит. Констрама Монамур, Констрама Монамур. Да, 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 он знает ток. Тогда встретим прямо на границе. Километров 200, да? 300, ровно. От центрального по штампу до центрального по штампу 300 километров. Я за 4,5 часа, если не останавливаться. Я возбывал неоднократно, но весьма давно. И тогда она еще выглядела довольно заброшенной. Это очень интересно посмотреть, как она изменилась. Там же у вас Сухана рядом начинается, да? Мы же оттуда отплывали, по-моему. Сухана, Сухана, это... Нет, Сухана, по-моему, начинается все-таки от северных... Это граница Костромская область и Вологодская, если я не ошибаюсь. Может быть, из Вологды. Точно из Вологды мы отходим. Это северный бассейн реки. Это северный. Сухана идет на север, а Костромская и Вологодская области делятся именно разделом. Да. То есть Костромская и Костромка собирают все реки в Волгу и вниз, а Вологодские уже идут. А на север идет. Да, они уже идут в север. Я тоже справлялся только по Онеге, из Вологодской области до Белого моря. Мы не только по планете ездим, мы еще и по стране. Сколько на Винси в Вологодах? Ну, минуты 3-4. Да, приберем на стоянку. Ребят, Мадрюк. Не прибирай, это просто красиво. Все, ребята. Все не нужное. Доски положили. Вот такую же нормально? Да. Вот это, короче, мы ее куда-нибудь пристроим. Хорошо, мы сюда. А вот я еще и северную поеду. Давайте. Пачка. Да. Давай. К финальному кадру. Позовем за стол, ну, съемочную группу, за исключением оператора. Вот золотые слова, я сказал, я говорил, да. А ты раз уходился, иду за никого не говорили. Коля! Ну, смотри, мне надо принимать решение по поводу билета. Тишина! Тихо. На тортик. Девок. На дегустацию-употребление кубинского супа и кубинского салата приглашаю практически всю съемочную группу, за исключением тех, кто уже совсем камеру бросить не может. Подходите, господа, не стесняйтесь. Да не изображайте вы сейчас застенчиво, а то я вас не знаю. Как говорил Михаил Михайлович, порошок к столу вскипело. Все-таки вот густота для меня загадка. Загадка просто. Вот теоретическая загадка. От риса не могла быть такая густота. Вот. Мы получили его в точности, да, как было бы. То есть мы прямо мастерство. Ну и не такое острое мясо вообще. Не-не-не, все хорошо. Четко. Надо к приезду жены сделать такой суп. Салатик отведали? Да. Он божественный. Андрю, а лучше каркань вообще-то. Вообще. Ну, вам нравится? Отлично. Офигенно. Слушай, отличная густота, кстати. Не надо делать жиже. Да, кстати, ребят. Все, оставьте нас на нашем празднике. Не будем превращать это в пищевую порноху. Лучше приходите к нам еще. Счастливо. 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 Уже тебе камеру тоже попробуй. Счастливо.